Центробанк вместе с правительством рассматривает вопрос стимулирования выхода быстро растущих технологических компаний России на рынок капитала. Напомню, ранее Владимир Путин поручил принять меры, которые позволят довести к 2030 году капитализацию фондового рынка в стране до 66% ВВП. По итогам 2023 года она составила 33,3%. Способствовать росту новых публичных компаний на бирже будут дополнительные налоговые льготы, а также изменение условий допуска к торгам. Удвоение капитализации – это сложная задача, но, на мой взгляд, реализуемая. Во-первых, постановка этой задачи показывает, какое внимание уделяется самому рынку капитала, что это важный элемент развития российской экономики. И, конечно, здесь нет одной волшебной палочки, одного драйвера. Нужно работать сразу по всем направлениям. И меры, направленные на стимулирование имитентов, и меры, направленные на стимулирование инвесторов. Также, по словам Эльвиры Набиулиной, регулятор видит потенциал роста рынка IPO. Это первичное публичное размещение акций компаний на фондовом рынке. К примеру, Московская биржа в стратегии развития до 2030 года заложила не менее 10 IPO в год. Качественное ценообразование до 2022 года. Опубликована полная деловая программа Петербургского международного экономического форума этого года. Главные тематические блоки, их четыре, посвящены развитию многополярной модели мировой экономики, целям и задачам экономики нашей страны, перспективным технологиям, а также социальным вопросам здоровья и сохранению традиционных ценностей. Кроме этого, запланированы более 10 бизнес-диалогов, в числе которых сотрудничество России со странами Африки, Латинской Америки и Китаем, Евразийского экономического союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Напомню, Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Участие в мероприятии уже подтвердили 6 тысяч человек из более чем 110 стран. В Петербурге ускорился рост производства одежды. Объем отгрузки продукции городскими предприятиями легкой промышленности в первом квартале этого года превысил 12 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. А по сравнению с январем-мартом 2021 этот показатель увеличился в четыре раза. В первую очередь, отмечают эксперты, рост объясняется расширением объемов производства продукции непотребительского сектора, например, спецодежды для предприятий, а также развитием маркетплейсов и в целом повышением интереса к изделиям российских дизайнеров. По данным Петростата, в марте 2024 года по сравнению с декабрем прошлого цены на одежду в городе снизились на 7%. Сейчас в Петербурге насчитывается порядка 450 предприятий в сфере легкой промышленности. В начале прошлого года их было около 380. Пулково сохраняет второе место в России по объему перевозок. За период с января по апреля аэропорт обслужил 5 миллионов 800 тысяч пассажиров. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Лидерами по популярности среди внутренних направлений стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань. Этими рейсами воспользовались 4 миллиона 700 тысяч человек. Самые востребованные международные маршруты за этот период – Стамбул, Дубай, Минск, Анталия и Ташкент. По ним был перевезен 1 миллион 100 тысяч пассажиров. Добавлю, что в 2024 году аэропорт Пулково продолжил работу по улучшению качества обслуживания. Были открыты дополнительные стойки регистрации, запущен сервис по бесплатной выдаче детских колясок, в зоне вылета внутренних рейсов обновлен бизнес-салон и внедрена российская система проверки документов перед посадкой. Развитие высокотехнологичных отраслей – один из приоритетов работы городского правительства. Об этом накануне говорил губернатор Александр Беглов на выездном заседании законодательного собрания. Он отчитался перед парламентом о результатах работы за 2023 год. В следующем сюжете расскажем о том, какой вклад инновационные производства вносят в экономику города. Сегодня в Петербурге высокими темпами развивается промышленность. Ленинград, Петербург всегда был промышленным городом. В структуре экономики города промышленность дает сегодня наибольшую налоговую отдачу. Ее вклад в бюджеты всех уровней составляет порядка 40%. Поддержка городских промышленных компаний – одна из главных тем выступления губернатора. И неудивительно – они развиваются стремительно. Появляются новые предприятия, а вместе с ними рабочие места – 46 тысяч за последние пять лет. А старые заводы модернизируются. Принципиальное решение правительства – их сохранять. Не отдавать участки, например, под жилищное строительство. Разрушить проще всего, но оставить, модернизировать, переделать так, чтобы это было очень современно, технологично. Решение сработало, правильно было абсолютно принято. Эти зоны очень современные, они уже заработали. Это, конечно, заслуга команды. Еще одно решение – это поддержка высокотехнологичного производства. Расширилась особая экономическая зона. Теперь она включает четыре адреса и более 70 компаний, внедряющих инновационные продукты. От микроэлектроники до химии в сельском хозяйстве. Самые разные отрасли промышленности. Основная часть резидентов располагается на площадке в Приморском районе. За моей спиной предприятия производители лекарств, косметики, медицинского оборудования. А вон там совсем скоро появится стекольный завод. Чтобы зайти на территорию, компании проходят конкурсный отбор. А став резидентами, получают налоговые, таможенные льготы. А также специальные условия аренды и право дальнейшего выкупа земли. Все это вместе позволяет им сэкономить до трети расходов. Впрочем, для городской экономики такие послабления выгодны. Это не менее 10 миллиардов каждый год привлеченных инвестиций, а то и больше. То есть на сегодняшний день у нас уже был экспертный совет весной. И мы уже привлекли более 10 миллиардов. И только на три компании у нас эти инвестиции приходятся. И будет создано более 500 рабочих мест. Бизнес и власть именно сотрудничают. А потому промышленников город активно поддерживает. Льготные займы, помощь с документацией, поощрение тех, кто внедряет передовые технологии. Чтобы товары были конкурентными. Если они направляют средства на обновление основных производственных фондов, то есть речь идет о закупке нового оборудования для выпуска новой высокотехнологичной продукции, на сумму обновления у них снижается тот объем налога на прибыль, который они должны оставить в местном бюджете. Как подчеркнул губернатор, по масштабам предпринимательской активности Петербург – лидер в стране. И на треть опережает среднероссийский уровень. Наша промышленность выпускает современные высокотехнологичные товары. И не только для страны. Этот курс, конечно, будет продолжен. Милена Иконикова, Кирилл Максимов, Вадим Вагапов, телеканал «Санкт-Петербург». В завершении выпуска официальный курс валют на завтра. Китайский юань – 12,61 рубля, доллар – 91,26 рубля, евро – 98,83 рубля, дирхам объединенных Арабских Эмиратов – 24,85 рубля. Коллеги, на этом у меня все. Передаю вам слово спасибо. Об экономическом развитии города рассказала ведущая программы «Бизнес Петербург» Ольга Петрова.